Миллионы людей живут с этим недугом и делятся инфекцией с другими. И имея такой вирус, можно не почувствовать себя плохо на протяжении десятков лет. Но вот кончиться эта история может довольно печально. Что такое гепатит С, как с ним бороться, об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Елена Стребкова, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Самарской области, заместитель главного врача по лечебной работе Самарской городской больницы. Десять, кандидат медицинских наук. Добро пожаловать, Елена Алексеевна. Добрый день. Мы сегодня будем говорить про гепатит С. Именно этому посвящена в Минздраве текущая неделя. И надеюсь, что после сегодняшнего эфира многое станет понятнее. Ну, раз мы говорим про гепатит С, то, наверное, сначала нужно объяснить, что это за заболевание. Вы знаете, гепатит С известен с конца 80-х годов. Вирус был открыт сначала. Об этом заболевании его называли медленным ласковым убийцей. Почему такое название возникло? Потому что никаких клинических проявлений. Человек не чувствует ничего. Вроде бы все нормально, все хорошо, а вирус уже в нем. И он проводит, к сожалению, свою разрушительную работу. И с чем мы столкнулись через 10-15 лет мы столкнулись с большим количеством циррозов. То есть пациенты приходили к нам уже с выраженной клинической картиной. А в основе лежал все тот же гепатит С, которым они заразились 10-15 лет назад. Вирус гепатита С относится к так называемым парентеральным вирусам. То есть им нельзя заразиться через воду, через просто обычный контакт с другим человеком. А им можно заразиться, если поражается кожный покров. Через кожу, через кровь. Вот это основной путь заражения. Также существует еще и половой путь передачи. Нечто сходное с вирусом иммунодефицита, да? По путям заражения. Да, по путям заражения они сходны. Также передается еще и вирус гепатита В и вирус гепатита дельта. То есть три таких вируса гепатита передается именно теми путями, о которых я сказала. Ну вот вы уже сказали, что течение, то есть вирус попал, и человек может не знать об этом достаточно долгое время. Ну вообще он никак не проявляется тогда. Ну можно же как-то, наверное, если внимательно к себе прислушиваться, можно как-то заподозрить, что что-то не то. Знаете, как и у любой болезни, у гепатита С есть две фазы – острая и хроническая. Если попало очень много вируса в организм, то возникает острый гепатит С, как правило. То есть он проявляется обычной клинической картиной желтухи. То есть человек желтеет, у него повышается температура, и тогда он неизбежно обращается и попадает в стационар. Но таких пациентов очень мало. Сейчас, как правило, доза вируса не очень большая. Он незаметно проникает для человека в организм. И действительно есть какие-то признаки – слабость, вялость, утомляемость. Ну согласитесь, мы зачастую их списываем на обычные свои ритмы. А вот именно таких, чтобы сказать, вот у меня болит вот это, или у меня появилось вот такое-то пятно, допустим, или сыпь, и это говорит о том, что надо провериться на гепатит С. Нет, таких признаков не существует. А от чего зависит, как долго он будет тихо сидеть в организме? Бывают какие-то факторы, которые включают его действия активные или нет? Конечно, безусловно. В первую очередь это наши нездоровые привычки – это алкоголь. Если человек злоупотребляет алкоголем, то риск развития увеличивается в разы. И то время, которое обычно, это вот мы говорим 10-15 лет, оно сокращается тоже в разы. То есть человек, злоупотребляющий алкоголем, может в течение 3-5 лет получить уже неблагоприятный исход в виде цирроза или рака печени. Затем это пристрастие к жирной пище, это наличие других каких-то сопутствующих болезней. Допустим, сахарный диабет ускоряет течение хронического гепатита. Это многие болезни, хронические, которые есть у человека, они приводят к тому, что вот эта клиническая картина уже развернута, она появляется быстрее. Мы так устроены, что даже зная о чем-то наверняка, ну в частности уж, конечно, наверное, каждый человек слышал про гепатит С, мы все-таки думаем, что ну да, это есть, но это же не со мной. И со мной-то этого не случится точно. Так вот, все-таки, каковы пути заражения, которые можно, наверное, считать, ну, с одной стороны, неожиданными, с другой стороны, мы вот, ну, нас не настораживает, что это же может произойти. Вы знаете, к сожалению, да, ведь такое большое количество случаев, которое появилось, оно появилось практически вместе с ВИЧ-инфекцией в нашей области. И, естественно, возникла некая стигматизация, что гепатит С возникает только у наркоманов, у лиц, ведущих беспорядочные, как бы, половые связи. Но, тем не менее, надо сказать, что это не так. Я бы наоборот перефразировала. Каждый должен провериться, нет ли у него вируса гепатита С. Почему? Потому что каждый из нас, согласитесь с вами, ну, из женщин делает маникюр или педикюр. Там ранится кожная поверхность и есть контакт с инструментом, с помощью которого можно занести гепатит С. Достаточно многие увлекаются татуировками, татуажем. То есть там везде, где ранится кожный покров, есть резкое заражение. Вспомните, любой из нас наверняка сталкивался с другими какими-то вещами. То есть, допустим, когда-то, может быть, в далеком детстве оперировали ногу, ставили штифты какие-то, лечили зубы и так далее и тому подобное. То есть везде, где у человека есть контакт вот такой через кровь, возможен вариант заноса вируса. И поэтому первое правило для любого человека, вне зависимости от возраста, необходимо знать, есть у тебя гепатит или нет. А почему? Клиники никакой нет, вы не можете никак идентифицировать его. Поэтому надо просто сдать кровь на антитела гепатиту. Это вот уже ответственность за то, чтобы не передать вирус кому-то другому. А получается, что как-то предохраниться, условно говоря, от этого все равно нельзя, потому что, ну что ты, у стоматолога там еще где-то на приеме, собственно, что если что-то попало, уже ничего с этим не сделаешь. Вы знаете, ну, да, к сожалению, защиты вот такой специфической... Противоядия никакого нет. ...виде вакцинации не существует. Поэтому существует только безопасное поведение. То есть если вы приходите где-то получить медицинскую помощь, ну, это должна быть клиника, все-таки имеющая лицензию, у которой есть центральное стерилизационное отделение и так далее. То есть соблюдены все меры безопасности для того, чтобы человека не заразить. А вот все-таки от походов, вот в те салоны, в которых осуществляются татуировки или еще какие-то вещи, я бы просто, ну, предложила бы отказаться. Потому что здесь риск, он гораздо более высокий, нежели чем в медицинских учреждениях. Если вы опоздали к началу программы, сегодня у нас в студии главный инфекционист Минздрава Самарской области Елена Стребкова, заместитель главного врача по лечебной работе Самарской городской больницы номер 10. И сегодня мы говорим про гепатит С. Елена Алексеевна, а можно получить вирус и не заболеть никогда? Вы знаете, здесь ситуация следующая, что можно получить вирус гепатита С, и затем он может пройти самостоятельно. То есть этот процесс возможен в организме, и мы знаем о таких вещах. Но зачастую это характерно только для острого гепатита С. То есть если человек заболевает, и мы видим, он попадает, мы ставим ему диагноз, мы не сразу применяем противовирусную терапию, мы ждем. Иногда через 3-6 месяцев вирус самостоятельно ликвидируется из организма. Но это, ну, наверное, очень маленький процент, не более 5 от всего количества заболевших. То есть это счастливчики такие, у кого эвакуировался самостоятельно. Я не спросила, наверное, вначале стоило мне это сделать. А какова все-таки картина в Самарской области по гепатиту С, как много у нас жителей? Вы знаете, к сожалению, мы с вами говорили уже о начале 90-х годов, когда Самарская область захлестнула волна ВИЧ-инфекции, и гепатиты точно так же. Поэтому наша область до сих пор остается регионом с достаточно высокой заболеваемостью, и у нас накопилось достаточное полубольных. Если мы говорим о количествах, то это группа порядка около 30 тысяч человек, тех, у кого обнаружен вирус гепатита С. Еще порядка 5-7 тысяч – это пациенты, у которых есть вирус гепатита В. То есть мы с вами говорим об очень большой группе населения. – Но у нас, наверное, этот вирус может быть выявлен во время диспансеризации, или анализ крови не показывает вот этот вот, да? – Нет, этот анализ не входит в диспансеризацию. Ну, посмотрим, может быть, что-то изменится в нашей жизни. Ну нет, но что бы хотела бы посоветовать? Большинство из нас все равно сдает анализ, допустим, крови на биохимию. Есть такие показатели, как АЛАТ-АСАД. Вот они известны всем. Вот советую, если у вас повышен показатель АЛАТ, то необходимо сдать кровь на гепатит. И это обязательно, потому что это первый маркер того, что что-то с печенью неблагополучно. – А вообще, как часто вы бы рекомендовали сдавать этот анализ для того, чтобы убедиться, что все в порядке с тобой? Вы знаете, вот сейчас сдайте… – Каждую неделю, да? – Нет, ну что вы, нет, безусловно, нет. Сейчас сдайте, узнайте свой статус. Если с вами один половой партнер, его статус тоже известен, да, и у вас нет никаких манипуляций, то есть вы не сделали татуаж, вы не нанесли татуировку, вы не попадали, скажем так, на какие-то операции и так далее и тому подобное, то вы можете не сдавать эту кровь. А, соответственно, если у вас был эпизод какого-то, опять-таки, через кожного вмешательства, то, естественно, в течение через 3-6 месяцев необходимо сдать такую кровь, проверить себя и снова жить спокойно. – Такой не очень научный, конечно, вопрос, но вот в процессе еще вашей работы в СПИД-центре бывают ли, вообще частые ли ситуации, когда человек абсолютно уверен, что с ним все в порядке, и при издаче анализа он себя обнаруживает? – Вы знаете, конечно, конечно, бывает, потому что какие-то эпизоды мы можем забыть, а каких-то мы вообще не думаем, что они могут привести к такому заражению, поэтому это надо просто сдать действительно этот анализ и убедиться в своем статусе. У меня нет гепатита, я спокоен, живу спокойно дальше. – Кому особенно стоит бояться заражения вирусом гепатита С? Наверное, есть определенная группа риска, да? – Конечно, да, она сходная, эта группа риска известная. Это, естественно, беременные женщины, которые проверяются и в первом, и в третьем триместре беременности для того, чтобы не передать инфекцию ребенку. Это доноры, это рецепиенты, то есть получатели каких-то компонентов, это пациенты гемодиализа, это, но, к сожалению, это и такие не асоциальные, скажем так, группы населения, то есть это лица, которые принимают наркотики, лица, которые ведут беспорядочные половые связи, вот это все наша группа риска. – Я сейчас имела в виду для носителей каких заболеваний особенно апатин гепатит? – Вот, наверное, тоже же есть такая группа людей. – Вы знаете, к сожалению, уникальность этого вируса, что он опасен для всех практически. То есть сейчас проведено уже большое количество исследований, которые говорят о том, что если у человека есть гепатит С, то он в полтора раза повышает смертность при сердечно-сосудистых заболеваниях, в два раза повышает смертность при наличии поражения почек. Итак, при каждом заболевании он повышает смертность в полтора-два раза, это минимум практически. Поэтому это говорит о том, что все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы его выявить и пролечить. – Мы говорили с вами о том, что вирус опасен тем, что о нем человек не знает и может передать другому. Если говорить об отсроченном, об отдаленном действии гепатита С, то во что это может вылиться? Вот вы говорили, что встречаете пациентов уже практически с циррозом печени, то есть это неизбежно приведет к циррозу или там какие-то еще другие проявления могут быть очень опасны для человека? – К сожалению, да, мы с вами говорим о том, что основными исходами гепатита С является цирроз печени или рак печени. То есть это два крайне серьезных заболевания, которые ведут и к инвалидности, и, к сожалению, к другим тяжелым последствиям для человека. Есть другие, есть так называемые внепеченочные проявления вирусного гепатита С. Он зачастую подталкивает какие-то аутоиммунные механизмы в организме человека. То есть этот вирус, не могу назвать ни одной системой, на которую бы он не повлиял, находясь вот в течение долгого времени в организме. – Но все-таки больше печень подвержена удару. – Да, безусловно. – Да, безусловно, это орган, мишень, и основные изменения развиваются в печени. – Что такое цирроз, Елена Алексеевна? Тоже, чтобы было понятно, Вы сказали, цирроз печени, рак печени. Это предпоследняя стадия перед онкологией или что это? – Ну, цирроз печени – это, если мы говорим с Вами, то условно печень у нас мягкая, эластичная такая консистенция. Что означает цирроз? Из-за наличия вируса она превращается в соединительную ткань, то есть становится жесткой и, естественно, перестает выполнять свои функции. Поэтому, если мы посмотрим такого пациента, то мы обнаружим плотную бугристую иногда печень, которая не выполняет уже свою функцию. К сожалению, очень многие безответственно относятся к своему здоровью. И пациент впервые обращается к врачу, когда у него появляется, со словом, больного водянка, то есть увеличивается в объеме живот. А это означает уже осложнение цирроза, это его проявление в виде асцита. То есть это уже крайняя степень декомпенсации процесса всего. Ну и, естественно, гепатоцеллюлярная карцинома, ее – это рак печени. И, соответственно, к сожалению, в последние годы заболеваемость раком печени у нас также значительно повысилась. И в основе все те же гепатиты. Как-то до этого представляло, что все-таки цирроз печени – это неизбежное следствие алкоголя. Вы знаете, нет. Естественно, и при злоупотреблении алкоголем тоже развивается цирроз. Чисто внешне как бы это одно и то же заболевание, но в основе в большинстве все-таки своем лежит вирус. Зачастую вирус вместе с алкоголем. Давайте мы сейчас узнаем, что произошло в здравоохранении региона за ту неделю, что мы с вами не виделись, и вернемся в студию. Более 140 тысяч жителей Самарской области прошли диспансеризацию за два месяца текущего года. По итогам выявлено 120 случаев злокачественных новообразований, 323 случая сахарного диабета, 3200 случаев болезней системы кровообращения. Пациенты взяты на диспансерное наблюдение. Им назначено лечение. 4200 новорожденных региона прошли расширенный неонатальный скрининг на наследственные и врожденные заболевания. Он проводился с января этого года. Исследования доступны для всех детей, которые рождаются в Самарской области. В Волгаре заканчивается отделка первой в микрорайоне поликлиники. Медицинское учреждение рассчитано на 700 посещений в смену. Здесь будут работать врачи основных специальностей. Для удобства маломобильных граждан предусмотрены безбарьерные зоны и лифт. Специалисты рекрутинговой службы выяснили, каких узких специалистов не хватает в регионе. Рейтинг дефицитных врачебных специальностей возглавили травматологи. Немногим лучше ситуация с эндоскопистами и реаниматологами, анестезиологами и офтальмологами, неврологами и онкологами. Уже 15 двойняшек родились в этом году в перинатальном центре. Этот стационар принимает на себя преждевременные роды пациенток практически всей Самарской области. В год здесь принимают около 6 тысяч родов. Родители первенцев получают в подарок наборы для новорожденных. Это программа «Звоните доктору». Сегодня у нас в студии Елена Стрибкова, главный межштатный специалист, инфекционист Минздрава Самарской области. Мы говорим про гепатит С. И, наверное, уже давно пора. В принципе, мы уже проговорили с вами, но все-таки диагностика – это исключительно анализ крови или что-то еще? Анализ крови, проведение УЗИ, в отдельных случаях проведение эндоскопии. Время идет. Меняются ли как-то методы лечения? Хотелось бы именно о современных методах лечения гепатита С поговорить. Вы знаете, безусловно, с удовольствием поговорю об этом. Потому что, к сожалению, до сих пор еще бытует миф, даже среди врачебного сообщества, о том, что гепатит С неизлечим. Действительно, в начале 2000-х годов мы начинали лечение, и это были очень тяжелые схемы для пациентов. Это были схемы с применением интерферонов. Уколы делались больным в течение года, полутора лет. Плюс дополнительные таблетки по 6-8 штук в день. И это сопровождалось большим количеством побочных явлений, и многие просто не выдерживали эту терапию. К тому же эффективность ее была не очень высокая. Это порядок 30-40%. И вот, наконец, я считаю, это безусловное открытие, и оно изменило всю систему лечения хронического гепатита С. Появились прямые противовирусные препараты. Что это такое? Это таблетки, во-первых. То есть человек принимает таблетки, никаких уколов. Эффективность этой терапии порядка 99%. Я не знаю больше ни одного хронического заболевания, которое можно было бы вылечить за курс в 2 или 3 месяца, практически без побочных явлений от лекарственной терапии, и вот с таким эффектом. Поэтому я считаю искренне, что это прорыв в медицине. И вот сейчас такая терапия, она доступна жителям нашей Самарской области. Браво тем ученым светилам, которые все это придумали. Ну, кстати, вот люди многие считают панацеей гепопротекторы. Панацея ли это на самом деле? Вы знаете, нет. Это просто стирание каких-то клинических признаков, но не более того. Вирус можно уничтожить только прямым противовирусным препаратом. И в наших клинических рекомендациях, они последние вышли вот в конце 21-го года, гепопротекторы как лечебные препараты не упоминаются даже. То есть вы бы не рекомендовали людям, вот узнавшим о наличии вируса, или в качестве профилактики применить такие вещи? Вы знаете, это врач решит, что необходимо еще дополнить на пациента. Может, любым самим лечиться? Нет, вот в данном случае нет. Необходимо, конечно, безусловно, чем раньше вы узнаете о том, что у вас есть вирус, тем быстрее от него избавиться. А вот как вообще в регионе построена вот эта работа по лечению пациентов с гепатитом С? То есть тоже какие-то новые методы, может быть, есть в работе службы? Вот. Безусловно, все усилия наши направлены на то, чтобы пациент, вот он обнаружил у себя антитела, и он знал, куда ему необходимо прийти. И врач, не инфекционист, тоже знал, а куда необходимо направить пациента. Для этого на базе городской больницы номер 10 был создан Самарский областной гипотологический центр. И в этом центре, соответственно, будет проводиться консультация пациентов, диагностические исследования, а также лечение пациентов вот этими прямыми противовирусными препаратами, о которых мы с вами сейчас только сказали. Ну, в этот центр надо же как-то попасть. В этот центр, да, безусловно. Для этого необходимо направление из поликлиники по месту жительства. Соответственно, то есть это как любое областное учреждение, в котором вы можете получить необходимую помощь. Но самый прямой путь – это обратиться в свою поликлинику. Почему? Потому что, во-первых, у нас во многих поликлиниках есть врачи-инфекционисты. Они знают, что необходимо делать, знают, какие анализы необходимо назначить, как выявить заболевание. И дальше пациент с установленным диагнозом встает в лист ожидания, и, соответственно, при получении препаратов уже затем проходят эту терапию. Ну, а вы собираетесь лечить все 30 тысяч населения Самарской области? Вы знаете, это было бы здорово, конечно. Но, к сожалению, да, за один раз или за один год это невозможно сделать. Поэтому у нас существует приоритетная группа пациентов. Вот в этом году, равно как и в прошлом, такой приоритетной группой были дети. В прошлом году это были подростки от 12 лет. В этом году мы будем проводить лечение детям от 3 до 12 лет. И за это огромное спасибо нашему губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, потому что он выделил деньги на проведение вот этой противовирусной терапии из бюджета Самарской области. Поверьте, далеко не все регионы имеют такую возможность. И только благодаря этому мы пролечим всех детей в Самарской области от гепатита С. А что у нас вообще по детям в отношении гепатита С и где они его взяли? Они все получили это от матери? К сожалению, да. Большинство из них да, потому что какие-то мамы не знали о том, что у них есть гепатит С, не сдавали анализы во время, не наблюдались во время беременности. У кого-то произошли осложненные роды, которые, скажем так, привели к заражению ребенка. Это основной путь все-таки, если мы говорим, во время беременности дети практически не заражаются. Мы разрешаем кормить грудным молоком, только защищая соски от трещины, от ран, допустим, когда мама кормит своего ребенка. Но основной момент – это, конечно, все-таки роды. По поводу, опять-таки, нашей любви к интернету, вот люди, которые узнали о наличии у себя гепатита С и, может быть, даже уже начали лечение или не начали, думают, что, возможно, он никак себя не проявит, они все равно так или иначе пытаются свою печень защитить, понимая, что вирус-то уже есть. Так вот, для этих именно людей какие-то рекомендации могли бы дать? Действительно, вот что-то предпринять можно, кроме того, что написано на разных немедицинских сайтах? Вы знаете, все равно, мой совет только один – надо пролечиться. Поверьте мне, это действительно безопасно и надежно. Это раз. Второй момент – ну, могут быть какие-то временные, скажем так, противопоказания или еще что-то. В таком случае самое первое, что необходимо для печени – это полный отказ от алкоголя. Полный отказ. Не вот рюмочку в праздник, нет. Полный отказ от алкоголя. Это позволит, скажем так, ее поберечь. А в дальнейшем все равно прийти к лечению. Коль скоро гепатит С – это не вина человека, который, например, имеет вредные привычки и раз и заболел гепатитом С. Этот вирус надо еще все-таки получить. Получается, что методов профилактики не существует. Как обычно, в конце программы по какому-то заболеванию, а какие методы профилактики? Так вот здесь их, получается, нет. Ну, почему нет? Профилактика следующая – это вести нормальный и здоровый образ жизни. Ходить в лицензированные медицинские учреждения. Все-таки не наносить себе татуировки. Знать свой собственный статус и статус своего полового партнера. Ну и, естественно, человек, который рядом с тобой – это должен быть один человек, а не бесчисленное множество. Еще, ну, может быть, чтобы уже про гепатит совсем мало вопросов осталось. Есть тоже у нас некая путаница, сколько вообще всего этих гепатитов. Там же целый алфавит буквально. И насколько кардинально один от другого они отличаются? Из того, что вот все-таки нам стоило бы знать. Вы знаете, наверное, знать надо только одну вещь, что есть гепатиты – это гепатиты А и Е, которые могут передаваться через воду, через общение с человеком контактным путем, через пищевые какие-то продукты могут передаваться. Вот это гепатиты А и Е. И вот группа гепатитов В, С и Дельта – те, которые передаются через кожу, через кровь. То есть вот это две группы таких, которые разные по своим путям и, соответственно, разные по подходам к лечению. Вот заболевание все-таки достаточно грозное. Я бы сказала, почему вы, инфекционисты, не сделаете запрос ученым для разработки вакцин? Ведь, в общем-то, многие же заболевания таким образом можно купировать. Вы знаете, дело в том, что это рынковый вирус. И РНК достаточно изменчиво. То есть создать вакцину – это практически так же, как создать вакцину против ВИЧ-инфекции. То есть подбор вот именно того кода, условно говоря, который бы обеспечил устойчивость вот этой вакцины и дал бы вот такую защиту, к сожалению, пока его нет. Но, тем не менее, мы надеемся, что все равно будет. Изобрели же вакцину против гепатита В. И мы все ею успешно пользуемся уже, наверное, на протяжении 30 даже лет. И с 2000 года она вошла в календарь прививок национальной. Поэтому я очень надеюсь, что когда-то и вакцина тоже будет. А сейчас все-таки правило следующее. «Проверь себя, приди к доктору и пролечись». Елена Алексеевна, спасибо за участие в нашей программе. Давайте с нашими зрителями попрощаемся. Увидимся ровно через неделю. И берегите себя. До свидания. Всего доброго здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова